Сегодня Госдума примет специальное заявление в связи с событиями в Молдавии. Этот вопрос с большинством голосов уже включен в повестку дня пленарного заседания. За выходом следит наш парламентский корреспондент Дмитрий Новиков. Он на прямой связи. Дмитрий, какие мнения высказывают в Думе по событиям в Кишиневе? Многие депутаты расценивают слова президента Молдавии о том, что в его стране была попытка государственного переворота, не иначе, как обращение за политической помощью ко всем союзникам и братским государствам. По мнению председателя Госдумы Бориса Грызлова, ситуация в Кишиневе требует немедленной реакции российских парламентариев. Думцы считают, сейчас дорога буквально каждая минута, чтобы не допустить превращение соседнего государства в новую горячую точку на карте мира. Первыми с предложением принять заявление Палаты выступили депутаты фракции КПРФ. Происходящее в Кишиневе российские коммунисты называют распространением оранжевой заразы. Российских депутатов также обеспокоил тот факт, что на здании Молдавского парламента развивались флаги Румынии и Европейского Союза. Все это проплачено с запада румынскими спецслужбами и ставка на сельскую молодежь. Напоить, обкурить, дать деньги за 10 долларов сожгут любой город. Если кто-то из них считается румынами, пожалуйста, 100 километров на запад. Вот там Румыния. Когда русские войска бились с турецкими, они молчали, что они румыны. А когда была Бессарадская губерния при царе, молчали, что они румыны. Сейчас вдруг они вспомнят, что где-то у них там что-то есть румынское. В Молдавии разрабатывается очередной проект оранжевой заразы. То, что коммунисты поддержали население, абсолютно получили большинство, это факт. Но там спецоперации проводятся по дискредитации честных, открытых выборов. В двадцатка вроде о чем-то договаривалось, а через пять дней нам преподносят западные силы очередной урок. С позиции геополитических интересов России было бы правильно, если бы комитет по международным делам подготовил в энергичном порядке специальное заявление.